Мы собрались, чтобы вспомнить нашего Господа Иисуса Христа, Его жизнь и особенно страдания. Мне хотелось бы прочитать сейчас текст, который описывает последние часы жизни Спасителя. Евангелие от Луки, 23 глава. Будем читать, начиная с 33 стиха. Луки, 23 глава, 33 стиха. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды Его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними, и начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого, если Он Христос, избранный Божий. Также воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус, и говорили, «Если Ты, царь иудейский, спаси себя самого». И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил, «Если Ты, Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал Его и говорил, «Или Ты не боишься Бога, когда и Сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал Ему Иисус, «Истинно говорю Тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Очень трагичные описания. Хотя Лука пишет без какого-то особого надрыва, не пытаясь создать такие тягостные эмоции, но когда мы читаем эти слова, мы не можем спокойно рассуждать. Толпа неиствует, толпа злобствует, кричит. И когда я смотрю на эту сцену, то невольно возникает вопрос, а где все те, кому Иисус оказал так много благодеяний? Где Ир, дочь которого Он исцелил? Где Вартимей, которому Он дал зрение? Ну, может быть, они далеко, Валилеи, но ведь было очень много тех, которые в Иерусалиме пережили на себе благодать и прикосновение нашего Спасителя. Где тот слепой, которого исцелил Господь в купальне Вефезды? Или, скажем, уже не будем много перечислять, но где те люди, которые постелали одежды и кричали, еще неделю назад кричали «Асана, сыну Давидову». Может быть, они и были в этой толпе, но, вероятнее всего, даже их и не было там. Они не понимали, что происходит, и убегали. Где все те, которым Господь оказывал так много, пять тысяч человек накормил. Неужели никого из них не было там в Иерусалиме на празднике? Или три тысячи человек накормил? Ну, или совсем уж свежий пример. В эту ночь, когда все это происходило, Иисус исцелил раба-первосвященника. Петр в такой праведной ярости ударил мечом, пытаясь защитить Иисуса, и отсек ухо рабу-первосвященника, который пришел вместе с воинами. Иисус простирает руку и исцеляет этого раба. Где этот раб сейчас, когда толпа кричит? Кстати, предание говорит, что это раб, именно тот, который первый ударил Иисуса по щеке, когда он стоял в Синедрионе и говорил, как отвечаешь первосвященнику. Это, конечно, предание, но мне что-то верится, что это вполне могло быть именно так. Это как раз и есть человеческая неблагодарность, когда люди очень быстро забывают благодеяния, если что-то идет не так, не по их планам. Мы тоже живем в таком мире, где люди очень часто забывают о благодеяниях, часто забывают о том, что делают хорошее. Почему? Потому что что-то внутри есть такое, что мешает им, что не дает им раскрыться, не дает человеку жить по-настоящему. Андрей Вознесенский, известный поэт-диссидент 60-х годов, очень точно описал состояние толпы, когда он говорил, «Постыдные толпы вопят до крика, но снова не тот распят. Боже, прости им, ибо не ведают, что творят». И вот в ответ на это злобное отношение Иисус говорит, не ведают, что творят. Ну, неужели действительно воины, которые вбивали гвозди в руки Иисуса, не понимали, что они делают? Ведь они прекрасно понимали, они не просто выполняли свой долг, ну, приказали им распять злодеев, провести казнь. Они это делали? Нет. Здесь даже написано, что они насмехались над ним, поднося уксус. Они прекрасно понимали, что они делают. Они ведь понимали не только, что они боль доставляют и ведут человека к смерти, они же понимали, что это не просто человек. они чувствовали, знали, что это на самом деле больше, чем человек. Ну, а Пилат разве не понимал, что он делает, когда он предавал смерти Иисуса? Он прекрасно понимал. И толпа, когда кричала «распни» или насмехалась над Иисусом, когда он уже был распят, они тоже хорошо понимали, что они делают. Причем они понимали не просто, что они издеваются над человеком, ведь они были свидетелями многих чудес. Они знали, что это царь иудейский, но они сознательно отвергали. Почему? А потому что есть в человеке грех. И этот грех застилает глаза. И мы часто делаем не то, что хотим, и не то, что надо делать. И понимаем, что делаем не так. Но ярость ослепляет. Иногда гнев так охватывает человека, что он ничего не слышит, ничего не видит. И хотя он понимает, что делает, и вместе с тем не понимает. Но он не понимает сердцем, потому что это сердце оказывается очень испорченным. И вот Иисус видит нас совсем не так, как мы видим друг друга, или даже когда мы видим самого себя. Иисус смотрит на нас и на каждого. Не только к Пилату он обращается с таким словом, не только к воинам, не только к толпе. Он сегодня, собственно, и ко всем нам обращается и часто говорит, не ведаешь, что делаешь. Не понимаешь ты, что ты творишь. Не понимаешь, что тебе во благо, а что тебе во зло. И мы действительно этого очень часто не понимаем. И для того, чтобы понять, что нам действительно во благо, это надо изменить сердце. И вот Иисус как раз молится и смотрит на людей совершенно другим взглядом. Он смотрит как бы через пелену своей жертвы. Он смотрит сквозь жертву, когда он очищает людей. Он видит в людях то хорошее, что на самом деле еще не проявилось, но может проявиться тогда, когда человек обращается к Богу, когда он по-настоящему кается. И вот дальше мы читаем, как воздействовали слова и поведение Иисуса на окружающих людей. Кто-то оставался совершенно равнодушным. Но вот рядом с ним висели два разбойника, которые сначала оба злословили, оба негодовали, оба ругались на всех, и в том числе и на Иисуса, как бы пытаясь изменить свое положение. Но потом один из этих повешенных, написано, который сначала злословил, начал унимать второго. И говорить, или ты не боишься Бога, когда и сам осужденно тоже. То есть у этого человека что-то начало пробуждаться. То ли от боли, то ли от переживаний, но в всяком случае у него прояснился разум, прояснилось сердце. И вдруг он начал понимать, что рядом с ним висит не просто человек. Он и раньше, собственно, это знал. Он говорит, что мы же принимаем то, что нам положено, а он ничего худого не сделал. Он знал, что Иисус ничего худого не сделал. И второй знал это. И все, собственно, кто там был, все это прекрасно понимали. Но у этого разбойника пробудилось сердце. Он по-настоящему обращается, он по-настоящему кается. И вот в какой-то момент произошел толчок для человека. Очень часто, может быть, Иисус посмотрел на него, может быть, Иисус как-то обратился к нему с каким-то словом. Ведь, собственно, евангелисты не описывают абсолютно всего, что происходило. Они описывают только самые ключевые события, которые нам необходимо знать. А ведь на самом деле картина того, что происходило, была гораздо богаче и сложнее. Но в какой-то момент у этого разбойника пробудилось сердце. Знаете, когда Иисус касается каким-то особым образом, происходит что-то необычное с человеком. Вот Петр. Разве Петр не понимал, что он делает, когда он отрекается от Иисуса? Он же хорошо знал, кто такой Иисус. Уж кто-кто. А Петр был свидетелем самых необыкновенных чудес. Он был свидетелем того, как Иисус исцелял, как Иисус воскрешал мертвых. Он прекрасно знал, и он исповедовал, что ты есть Сын Бога Живого. И тогда, когда Петр отказывается, когда Петр говорит, не знаю этого человека, он ведает, что творит, и не ведает в то же самое время. Вот как пелена застилает сердце человека, когда что-то идет не так, как ему кажется правильным. Это очень опасно иметь определенные сценарии поведения, когда мы хотим, чтобы всегда происходило вот именно так или иначе, выстраиваем для себя какую-то схему, а оно идет не так, у нас начинается негодование. Петр тоже находился в таком состоянии, отчаяния, когда он видел, что Иисус не отвечает на слова первосвященников, отдает себя совершенно беззащитным в руки воинов. Все это настолько не укладывается в сознание Петра, что он не понимает, что делает, и когда его спрашивают, «Ты тоже из них?» Он говорит, «Нет, нет, я не из них, я к ним не имею никакого отношения». Но наступил момент, когда Иисус посмотрел на него, и вот написано так, «Когда Господь, обратившись, взглянул на Петра, Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал». То есть, какое-то прикосновение, взгляд Иисуса изменил снова жизнь Петра. Мы с вами тоже живем в таком мире, когда часто делаем то, чего не хотим делать. И не понимаем, что мы делаем. И хотя при этом прекрасно понимаем, что мы делаем. Вместе с тем продолжаем делать то, что понимаем не надо делать. Но Иисус не оставляет нас. Он продолжает молиться за нас. Он продолжает говорить, «Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят». И это очень обнадеживает. Это дает уверенность и силы. И Господь касается нас взглядом. Этот взгляд может выражаться самым разным образом. Может быть, это для кого-то болезнь, для кого-то, может быть, это премия радостная, которую он вдруг неожиданно получил на работе. Для кого-то это может быть случайная встреча со знакомым. Для кого-то это слово, которое прозвучало во время богослужения. Но Господь касается. Это все его взгляд, это все его прикосновения. Он хочет остановить нас для того, чтобы мы покаялись. Разбойник, который висел на кресте, вдруг изменился. И он обращается к Иисусу с такой необычной просьбой. Знаете, вообще, если смотреть так чисто по-человечески, это какая-то очень странная сцена. Два висельника, которые повешены на дереве, беседуют между собой. И о чем? Они не просто кричат от злости, от негодования, от ярости. Нет. Один из них говорит другому, помяни меня, Господи, когда придешь в царство Твое. О каком царстве может идти речь? Человек на кресте висит. Он сейчас умрет, еще пару часов, и он умрет. И тот, кто просит, умрет. И тот, кого он просит, умрет. И он просит все-таки, помяни меня, Господи, когда придешь в царство Твое. Это необычная просьба. Это просьба покаяния, это просьба истинного покаяния, когда человек уже не разумом, а сердцем начинает верить в то, что Господь действительно есть Спаситель. Несмотря на обстоятельства, несмотря на то, что ничего вроде не меняется внешне, все остается по-прежнему, но внутри что-то меняется. Мы иногда хотим, чтобы внешне сразу изменились обстоятельства, если мы каемся. Но обстоятельства чаще всего не меняются, а меняется сердце. И очень хорошо, если это сердце действительно меняется. Этот разбойник обращается к Иисусу с очень смиренной просьбой. Он не просит Господа, чтобы там в царстве он сидел или находился по правую сторону от него. У него нет больших амбиций. Он обращается только с одной очень скромной просьбой. Господи, вспомни обо мне, когда придешь в Царство Твое. Это действительно покаяние, когда человек начинает понимать свое положение, понимать свою низость, что он действительно недостоин находиться в Царстве Божьем. И если и попадет туда, то только по милости Господина. А Господь действительно поступает здесь, как Царь. Посмотрите, на кресте, несмотря на насмешки, несмотря на вызовы, толпы первосвященников, начальников, Иисус ничего никому не доказывает. Он не говорит, я действительно Царь, вы увидите это очень скоро, все вы поймете. Ничего подобного. Он не говорит, что он Царь, он действует как Царь, как Царь, который заботится о подчиненных, который прощает им, который привлекает к себе даже вот этого злодея, висящего рядом с ним. Очень смиренная, очень скромная просьба заканчивается благословением для него. Помните, когда-то Иосиф тоже просил, Иосиф, которого продали в рабство, в Ветхом Завете мы знаем эту историю, Иосиф, оказавшись в темнице, тоже просил одного из тех, с кем он находился в темнице, и которого, как он знал по пророчеству, должны были освободить, и этот человек снова станет вельможей, снова станет в дворе царя, будет по правую руку от царя, и он просит этого вельможу, вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо. Вельможа забыл про него. Он действительно оказался во дворце, действительно все исполнилось, как Иосиф говорил, все для него было хорошо, но он мгновенно забыл и о тюрьме, и о Иосифе, и обо всех тех, кто делал ему добро. Опять-таки, это та самая человеческая натура. Но Господь наш не забывает. Господь наш, если и забывает, то забывает только грех. Вообще, что имел в виду этот разбойник, когда говорил, «Помяни меня, Господи, когда придешь в царство твое». О чем вспомнить, он просил Господа. Что Господь должен был вспомнить? Наверное, он просил, чтобы Господь вспомнил его веру. Он хотел бы, чтобы Господь вспомнил его покаяние, чтобы Господь вспомнил его смирение, чтобы Господь вспомнил его сокрушение духа. Вот это, чтобы Господь вспомнил. Вспомнил и принял его в Царствие Свое. И наоборот, чтобы Господь забыл грех, который человек этот делал, забыл все беззакония, забыл все злодеяния, которые этот человек делал. То есть разбойник надеялся, что вспомнить обо мне – это не просто, чтобы Господь там в Царстве Небесном восстановил образ этого человека, висящего на кресте. Нет. Он хочет, чтобы оказаться там в Царстве Небесном, как спасенная личность. И мы, собственно говоря, когда мы просим, чтобы Господь вспомнил о нас, мы имеем в виду тоже именно это. Мы хотим, чтобы Господь обратил внимание на наше раскаяние, если оно есть. Обратил внимание на нашу веру, когда мы проявляем эту веру. Это как раз и есть вот это понимание «Господи, вспомни обо мне». И Господь отвечает ему «Ныне же будешь со мною в район». То есть, если мы в сокрушении сердца, если мы в полном раскаянии приходим к Господу, то Он обязательно принимает нас. Принимает независимо от того, что мы делали раньше, в каком состоянии раньше находились. Но надо вспомнить о Господе. Собственно, вечеря Господня, ради которой мы сейчас собрались, – это тоже воспоминание. Это тот момент, когда мы должны вспомнить, кто мы есть на самом деле и кто есть Господь. Это момент, когда мы должны осознать и снова и снова напомнить себе основные истины Благой Вести. Казалось бы, некоторые там по 40, по 50 лет ходят в церковь, они уже прекрасно знают, что будет первое воскресенье каждого месяца, они знают, о чем будет говорить, какие тексты будут читаться, все вроде известно. Но каждый раз это новое и ново по-новому воспринимается. Если мы действительно любим Господа, если для нас это не просто формальная встреча, если это действительно напоминание того, что сделал для нас Господь. И мы никогда не устаем от этого. И нам оно не надоедает, как не надоедает людям, которые любят друг друга, повторять какие-то абсолютно неразумные слова. Когда слушаешь, что говорят любящие люди, он и она говорят друг другу, но это же глупости какие-то. Здравый человек такого не говорит. А они повторяют, им хорошо, им приятно. Почему? Потому что они говорят на языке любви. И там уж не так важно, что ты говоришь, важно, как ты говоришь. И когда мы приходим на встречу с нашим Господом, Он напоминает нам тоже этим языком любви, что Он пострадал за нас. И сердца наши меняются. И мы снова начинаем понимать себя, кто мы есть. И в смирении снова и снова приходить и просить Господи, «Вспомни обо мне, когда придешь в Царствие Твое». Мы хотим послужить нашему Господу. И не хотим видеть себя очень большими и великими, но хотим выполнить волю, как раб, который хочет выполнить волю Господина. И Господь действительно делает для этого все. И Он делает это, и мы слышим это в следующем возгласе, который Он говорит, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Это последние слова нашего Спасителя. Последняя молитва. Если Он начинает с молитвы, эти шесть часов, примерно шесть часов Он висит на кресте, и начинает эти шесть часов с молитвы за людей, просит, «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Заканчиваются эти мучения на кресте снова молитвой. Молитвой, обращенной к Отцу Небесному. «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». То есть Господь знает, куда Он идет, потому что Он Дух отдает в руки Отца. Это очень важно, прежде всего, для самого Господа. Он знает, что это означает для Него. Это означает, что Он делает сейчас все для того, чтобы люди могли получить спасение. Он совершил абсолютно все. И Его предыдущий возглас, о котором Матвей описывает, «Или, или, ломаса, вахвани! Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Как раз свидетельствует о том, что Он прекрасно понимает ту жертву, которую Он совершает. И хочет, чтобы мы уразумели и поняли ее. Господь говорит Отцу Небесному, как бы, в отчаянии, говорит Ему, «Для чего Ты оставил меня?» И мы знаем, для чего Он говорит это. Потому что оставление Богом Иисуса Христа было необходимо для нашего спасения. Вообще, богооставленность – это самое страшное состояние, которое только может быть. И ад по-настоящему, преисподние места, куда, как намекает Петр, спускался Иисус – это как раз и есть место богооставленности, когда Бог оставляет. Иногда там рисуют адские мучения, преисподнюю, как там огонь, кого-то мучают черви, там и все прочее. Это все не стоит ничего по сравнению с богооставленностью. Настоящая мука начинается у человека тогда, когда Бог его оставит. Сегодня Бог еще никого не оставляет. Сегодня мы не испытываем богооставленности, но Иисус испытал на кресте оставленность самим Отцом Небесным для того, чтобы мог Он умереть за нас. Если бы Он не взял на себя грех всего человечества, то Он бы и не умер, потому что Он был сам безгрешный. Смерть не имела права забрать Иисуса. Но когда Он принял на себя весь грех человеческий, в этот момент смерть получила юридические и полные фактические права на Иисуса. И Иисус умер. И умер с этими словами «В твои руки придаю, Дух мой». Он знал, что Он с Отцом. Даже тогда, когда на время Отец оставляет Его, Он знает, что придет момент, когда Он снова будет с Отцом. «В твои руки придаю, Дух». Очень важно для нас понимать, кому мы можем свой Дух предать. Мы с вами, если хотим, чтобы в последний момент нашей жизни, когда мы будем стоять на пороге смерти, мы могли сказать «Отче, в руки твои придаю, Дух мой». Для этого мы должны уже сегодня отдать Дух мой Иисусу. Только если мы сейчас отдаем Отцу Небесному всего себя, свою душу, тело и Дух, вот тогда только мы можем спокойно стоять перед лицом смерти и знать, что в Его божественные руки мы придаем себя. И они никогда не дадут нам упасть, они никогда не подведут нас. Дал бы Господь, чтобы, вот читая повествование смерти нашего Господа Иисуса Христа, Его мучения на кресте, мы могли понимать, что мы делаем. Так мы делаем или не так, потому что только в свете Его жертвы мы можем правильно разуметь себя. В свете Его жертвы мы можем обратиться к нашему Господу со смиренными словами покаяния. В свете Его жертвы мы можем быть уверенными, что в самый последний момент Дух наш будет с нашим Господом. Аминь. Помолимся Господу. Господи Божий наш, мы благодарим Тебя, что Ты смотришь на нас и видишь лучше, чем мы есть на самом деле. Господи, мы недостойны Твоей милости, Твоей любви, но по Твоему великому благорасположению Ты, Господи, являешь благодатью. Благослови, Господи, нас, чтобы мы могли воспрянуть от всех тех недостатков, которые есть у нас, чтобы мы могли освободиться от всего того, что препятствует нам на пути в Царствие Твое. Помоги нам, Господи, с радостью идти туда, зная, что Ты прошел впереди. Благодарим Тебя за все то, что Ты делаешь уже сейчас, здесь на земле, и в нашем городе, и в наших сердцах, и в нашей Церкви. Слава Тебе за все, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Слава Тебе за все, Отец и Сын. 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 Продолжение следует...